МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Слава Богу, что мы казаки. Третий фестиваль казачьей поэзии провели в Биробиджане. Моя семья, мой край, моя страна. В столице еврейской автономии прошел галоконцерт в рамках фестиваля самодеятельного творчества школьников. Малые финалы Пуримшпель юниор лиги КВН. 17 команд из ЕАО и Хабаровска приняли участие в отборочных играх клуба веселых и находчивых. С историей и традициями. О юбилее средней школы села Волгейм имени Исака Прешкольника говорили на Авторадио. Третий фестиваль казачьей поэзии «Слава Богу, мы казаки» прошел в восьмой школе областного центра. Уже традиционно приурочен он ко дню памяти преподобного Алексия Человека Божия и небесного покровителя казаков Дальнего Востока. Принять участие в конкурсе приехали воспитанники казачьих клубов, классов и организаций со всей автономией. Очень отрадно, что стали семьи мечтать. Вот во всех трех категориях возрастных у нас представлена семья Гвоздевых. Они учащиеся в нашей школе, второй класс, восьмой класс и одиннадцатый. Это значит, что семья живет казачьими традициями, семья живет казачьими устоями. В конкурсе приняли участие 28 юных казаков и казачек, самые младшие из которых всего 4 года. Некоторые участники выступили вне конкурса. Среди конкурсантов как новички, так и уже опытные чтецы. Культура и искусство это связано тоже с казачеством, потому что история казачества, тут также мы рассказываем стихи, связанные с историей. И, во-первых, произведение можно рассказывать по-другому. Каждая лирическая, это актерская игра. И также мы показываем образ казачества. Постоянными почетными гостями всех казачьих мероприятий являются служители церкви, потому как вера – неотъемлемая часть казацкой культуры и жизни. Казачья поэзия, она на самом деле всегда, как и песня с казаками, всегда рядом была. Казаки – люди талантливые и подчас и в походах сочиняли. Уверенные организаторы и в том, что подобные мероприятия служат популяризацией казачьей культуры и способны разбудить к ней интерес у далекого от казачества человека. Я думаю, что это способствует привлечению молодых ребят от популяризации нашего направления, нашего движения, нашей жизни казачьей. Репертуар участников был самый разнообразный. Звучали произведения известных классических авторов, современников, а также стихи собственного сочинения. Носом хлюпнула яга, бегут слезы ручейками по морщинистым щекам. Ты скажи, станишник милый, как тоби благодарить? Оставайся, бабка, с миром, да худого не твори. Лучших чтецов, занявших призовые места, отметили грамотами и призами во всех возрастных категориях. Андрей Кирюшин, Кирилл Цырульников, Новости 21. «Моя семья, мой край, моя страна» Под таким девизом в Биробиджанском дворце культуры прошел ежегодный фестиваль самодеятельного творчества школьников. Начинался он с отборочных этапов, которые прошли во всех 12 школах города и в Центре детского творчества. Самые лучшие номера по решению жюри были представлены в галоконцерте, завершающем фестиваль. Творческие номера в исполнении юных биробиджанцев были посвящены семье, родине России, а также родному краю. «Моя семья, моя семья, моя семья, моя семья». Состоял галоконцерт из трех отделений. Сначала школьники воспели в стихах и песнях, а также в хореографических композициях семейные ценности. Затем художественно, а также в разных жанрах представили историю создания ЕАО и строительства биробиджана. По словам организаторов, этот фестиваль позволяет раскрыть немало талантливых и творчески одаренных детей. Мы, взрослые, всегда трепетно переживаем, следим за становлением наших детей, гордимся успехами наших детей. И вы, дети, вот все, что вы сегодня показали, вы наша гордость, гордость родителей, гордость школ, гордость нашего города, области, до страны в конце концов. В завершении все творческие коллективы, выступившие на галоконцерте, были удостоены дипломов участников фестиваля «Моя семья, мой край, моя страна». Никита Натапов, Денис Листухин. Новости 21. Сразу две игры в один день. Малые финалы юниор-лиги КВН «Пуримшпиль» провели в областном центре. В этот день на сцену вышли 17 школьных команд Биробиджана, районов автономии и Хабаровска. В нашей системе лиг есть главная лига областная, это региональное представительство Всероссийской юниор-лиги КВН «Юниор-ЯО». И есть у нас учебное подразделение нашего представительства, это первая школьная лига КВН. Собственно говоря, те команды, которые сегодня у нас играют в малых финалах, это команды, которые у нас попали в первую школьную лигу. Игры организованы совместно с Биробиджанской еврейской общиной «Фрейд» и приурочены к прошедшему празднику «Пурим», который отмечается в месяц Адар, счастливый месяц, в который принято веселиться. Месяц Адар считается самым веселым месяцем в году. И традиционно все такие вот увеселительные, юмористического характера мероприятия, они проводятся в месяц Адар, и поэтому, что называется, тут все звезды сошлись, что в еврейской области юниор-лига КВН в месяц Адар посвящает игру еврейской тематике, немножко также и прошедшему «Пуриму», поэтому здесь все максимально нативно и природно. Почетным гостем и членом жюри стал стендап-комик из Санкт-Петербурга Борис Зелигер. Биробиджан он посетил по приглашению главного раввина еврейской автономной области Эфраима Колпака. Это интересный ивент для меня новый, я сам в КВН именно никогда не играл, никогда в жюри КВН не сидел, поэтому это интересно попробовать, тем более все еврейские коммуникации, они сами такие достаточно плотные, тесные, в общем-то на такое предложение, а почему бы не откликнуться, не поддержать хорошее отношение и хороший проект. В целом КВН стал хорошей возможностью собрать старых друзей и знакомых. Гости прибыли из многих регионов Дальнего Востока и России. Мы живем в столь интенсивном, быстро меняющемся скоротечном мире, что живое общение, что простая человеческая дружба, что отношения между людьми, вне каких-то средств связи и всего остального настолько сейчас ценятся. Я очень сильно ценю простую дружбу, простое общение, простые разговоры. Лучшие команды малых финалов получили возможность войти в главную областную юниор-лигу и принять участие в финале, который пройдет в Биробиджане уже 18 мая. Андрей Кирюшин, Кирилл Цирульников, Новости 21. Гостем авторадио Биробиджан стал директор средней школы села Волгием Андрей Бялик. В конце апреля одно из старейших образовательных учреждений автономии отмечает свое 95-летие. Для более 400 ребят школа всегда будет родной и любимой. Как провести предстоящий юбилей, педагоги и ученики обсуждают вместе. Первый день будет 26 апреля. Мы планируем день открытых дверей, куда приглашаем всех бывших работников школы, родителей, выпускников, конечно же. Планируем провести различные открытые мероприятия, мастер-классы, чтобы люди посмотрели школу, что в школе изменилось. А 27-го мы делаем уже торжественное собрание, куда приглашаем почетных гостей. Хотим наградить работников школы, пригласить наших партнеров, друзей, которые выступят с какими-то там творческими номерами. Понятно, готовим и свои небольшие творческие номера. И планируем это мероприятие провести в концертном зале областного колледжа культуры. Хочешь быть активным и современным – будь им. Сидеть на месте не педагог, не ученик не должен ни минуты. Именно это основное правило, по которому сегодня живет это небольшое, но очень прогрессивное образовательное учреждение. И директор старается не отрываться от коллектива. Сам выступил инициатором проведения регионального конкурса руководителей образовательных учреждений. Давно, наверное, требовалось, чтобы в области провели такой конкурс, потому что учитель года мы проводим, но вот руководитель образовательного учреждения у нас никогда особо не было конкурса, ну пока я не помню. А федеральный конкурс есть, директор года, да, среди руководителей образовательного учреждения, вот регионального Поэтому я думаю, что, безусловно, пока это первый случай проведения, и конкурсантов, участников всего четверо. Директору и коллективу школы имени Исаака Прешкольника есть чем удивить коллег. И сам конкурс Андрей Бялик рассматривает больше как площадку по обмену опытом. Педагоги, учащиеся, заряжены на общение. При этом они не забывают не только о грядущем юбилее, но и экзаменационной паре. Полная запись эфира доступна на портале reabir.ru Владимир Репин, Кирилл Богаченко, Новости 21.